Всем добрый день! Давайте будем начинать нашу сегодняшнюю встречу. Сегодня у нас встреча вопросов и ответов. И сегодня я подготовила список очень-очень интересных вопросов от вас, которые вы мне накидали, написали в чат. Вопросы очень глубокие, вопросы очень такие, скажем так, нестандартные, да непростые. Я очень рада тому, что у меня такая во многом осознанная аудитория в плане использования эфирных масел, что мне не накидали вопросы, а как масла использовать от насморка, а как масла использовать, допустим, не знаю, от каких-нибудь укусов, порезов и так далее. Вопросы действительно реально интересные. И мне даже интересно было сегодня готовиться, интересно будет просто сегодня на них отвечать. Так, новым присоединившимся еще раз говорю. Так, ладно, нет, про подарок я скажу чуть попозже, вот, кто у нас останется до конца. И начинаем, и начинаем. Так, ну что, кто со мной не знаком, если вдруг кто-то со мной не знаком, меня зовут Галина Колосова, я автор курсов про эфирные масла. Я очень много уже создала различных курсов, больше на тему масел и эмоций, на тему духов, на тему здоровья. Даже у меня один курс есть. Вот, и как раз сегодня я решила начать, да, стартовать такую летнюю распродажу моих курсов. И я расскажу, какие курсы участвуют в распродаже. И, естественно, буду, прежде всего, конечно, поотвечаю, да, на ваши вопросы, потому что они очень интересные. Кстати, у нас же была не просто, не просто у нас встреча вопросов и ответов, у нас еще и конкурс. То есть я выбрала девушку, которая получила больше всего реакции на свой вопрос. Вопрос, кстати, действительно непростой. Мне пришлось поломать над ним голову, вот, но я скажу потом, что это за вопрос, и я на него чуть подальше отвечу. Ну что, начинаем. Давайте мы с вами настроимся. Информации будет много, вопросов много. Говорю быстро, поэтому приготовьте ручку-тетрадь. Кому актуально, прям записывайте ответы на те вопросы, которые вам нужны. И вначале, вначале давайте чуть-чуть подышим маслами. Давайте возьмем, давайте возьмем что-нибудь на знание, на информацию, на сферу информации. Это у нас будет черная ель, пускай, и масло лимона. Вот такое вот интересное сочетание, чтобы лучше запоминать, чтобы лучше усваивать знания, чтобы было максимум пользы, да, от сегодняшней встречи. Поэтому тоже берем свои масла. Напишите, кто чем настраивается. Напоминаю, что вечером мы не настраиваемся маслами-специями. Я капнула по капле на ладони. Сейчас еще мне лимона хочется взять побольше, потому что ель у нас очень смолистое масло. Хочется легкости добавить. Все, я готова. Я готова отвечать на ваши вопросы. Так, пишите в чат, кто чем настраивается. Обязательно, если я какие-то вопросы в чат задаю, обязательно мне отвечайте, потому что я таким образом проверяю связь. То есть, если я вижу, что реакции на мои слова нет, я начинаю перезагружать комнату, в результате мы теряем время. Вот, поэтому, пожалуйста, напишите, кто с какими маслами у нас сегодня настраивается, чтобы я видела лимон, 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 отлично. Вот лимон пошел, сейчас вечер. Даже если мы капаем его на ладони, уже не страшно, потому что навряд ли вы будете выходить на активный солнечный свет. Так, ну что, что, что. Начинаем, переходим мы с вами к вопросам. Если вдруг что-то будет непонятно, если я там говорю быстро, переспрашивайте, пишите в чат. Если у вас по ходу тоже будут возникать какие-то вопросы, то, пожалуйста, спрашивайте. Так, лимон и мяты, супер. Черная ель, да, одно из моих тоже любимых. Машел, черная ель, смесь страсть, здорово, да, как раз во второй половине дня ее хорошо использовать. Итак, начинаем, переходим к вопросам. Где-то, я думаю, что мы за час уложимся. По поводу записи, по поводу записи, не могу прям сто процентов сказать, что запишется, поэтому лучше вам фиксировать где-то, дублировать еще ответы в тетради. И, как я уже сказала, кто останется до конца нашей встречи, получит в подарок мою, ну, не могу сказать, что это полноценная книга, скорее такая брошюра, да, методичка по изготовлению духов, которую я написала аж в 2000, далеком в 2012 году, но от этого, тем не менее, она не потеряла свою актуальность. Вот такой вот подарок. Так, кто хочет получить брошюру по духам, кто останется до конца сегодняшней встречи, пишите много плюсов в чат, чтобы я знала, что вам интересно методичку по духам получить. Кстати, почему именно по духам? Знаете почему? Потому что у меня следующий марафон будет как раз по духам. Я уже потихонечку перенастраиваю мозг на эту тему. Духи у нас будут в начале июля, то есть я уже сейчас готовлю потихонечку эту всю историю, потихонечку материалы собираю, будет очень много интересного, будет акцент, как я всегда делаю лето на спиртовых духах, поэтому я уже сейчас начинаю готовиться, и поэтому, чтобы вы тоже готовились к всеми духов, у нас будет вот такой вот подарок по духам. Без подарков всегда с вами супер. Супер. Я знаю, что у меня есть мои любимые подписчики, которые всегда приходят на все мои открытые мероприятия. Не читала такой информации. Спасибо. Вот так что будет методичка в конце у всех, кто останется. Я вам скину в чат ссылочку для скачивания минут на 5-10, чтобы все успели скачать. Итак, начинаем ответы на вопросы. Значит, первый вопрос. Какие масла... Вопросы все очень разные, поэтому я буду перескакивать с темы на тему, из-за того, что мне достаточно сложно было их сгруппировать, поэтому вот как они шли, в какой последовательности мне люди их задавали, так я и буду их озвучивать. Значит, какие масла помогут снять стресс и улучшить настроение после тяжелого рабочего дня? Ну, смотрите, здесь по-хорошему нужно сделать вообще ароматестирование, то есть посмотреть, что вам хочется, какие масла вам нравятся, какие масла вам приятны конкретно в данный момент времени. Вот, но если прямо вот вам себя тестировать неохота и прямо вот хочется прямо сейчас что-то надо сделать, то в помощь вам любая мята, садовая, перечная подойдет, цитрусы, сочетание цитрусов, мяты, смесь мотивация, цитрусы любые могут быть, кстати говоря, и смеси еще что можно взять. Можно смешать эвкалипт, например, с цитрусами тоже будет хорошо, если вам нравится. Можно взять смесь радости из эмоционального набора, то есть вот что-то из этого. Мята с цитрусами, как правило, после стрессового дня очень-очень хорошо. И не обязательно после стрессового дня, но даже вот если вы готовитесь заниматься чем-то стрессовым, нанесите на пульсовые точки. Я, например, использую сочетание садовой мяты, кудрявой мяты, плюс танжерина, либо апельсина. Вот это сочетание мне очень нравится. Так, следующий вопрос. У нас тут вопросы по здоровью тоже будут попадаться, поэтому все вперемешку. Какие масла гарантированно помогают в снижении артериального давления? Значит, снижает у нас масло иланг-иланга, снижает масло герани, смесь баланс помогает стабилизировать давление, не дает ему подниматься. И если скачки, давление тоже помогает стабилизировать, нанесенное вот сюда, вот на заднюю поверхность шеи, на холку, на верх спины, вот на эти зоны. И плюс на пульсовые точки, на запястье, за уши. Вот так что используйте. Но смотрите, если какие-то прям очень высокие цифры, давление здесь, не стоит ожидать чудес, потому что масла действуют плавно, действуют постепенно. Естественно, их нужно использовать циклами по 21 день, поэтому вот так вот действуем. Так, вопрос, как подружиться с диабетом. Значит, смотрите, что касается таких сложных заболеваний, заболеваний, которые уже длятся годами, заболеваний, которые достаточно сложные даже с точки зрения официальной медицины. Здесь эта история не про масла. То есть маслами здесь можно делать какую-то такую легкую поддерживающую терапию, использовать их в комплексе, например, масло кориандра, плюс масло грейпфрута, капля того, капля того. Вот чайная ложка оливкового масла выпивать раз в день. Ну вот для поддержания функции поджелудочной. Но такие вот сложные заболевания, это всегда про комплексный подход. То есть заболевания – это следствие большого количества разных факторов. И, соответственно, для того, чтобы справиться со сложным заболеванием нужно пересматривать свой образ жизни, смотреть, что по психосоматике, по стрессам, смотреть, что вообще было ключевым фактором, запустившим вот это заболевание. То есть болезнь – это как бы повод переформатировать, пересмотреть свою жизнь и свое мышление. Это не история про то, что мы намажемся маслами, что мы там что-то понюхаем, и у нас это пройдет. Нет, такое серьезное заболевание – это всегда следствие того, что наша жизнь в какой-то момент повернула куда-то не туда, и организм об этом сигнализирует. Поэтому здесь вот так вот. Что касается кориандр и грейпфрут. Кориандр плюс грейпфрут. Капля того, капля того. Что касается здоровья, у меня как раз в распродаже сейчас участвует курс «Ароматная аптека», и там куча, куча, куча разных заболеваний и как масла использовать для поддержания своего организма. То есть если вот вы сейчас перейдете по ссылочке под трансляцией, вы попадете как раз на страничку распродажи, я вам даже сейчас скину в чат, вот, и там чего только нету по здоровью, там просто кладезь информации по всем системам нашего организма. Плюс как использовать масла в пожилом возрасте, во время беременности, детям, простуды вообще в разных вариантах, да, как лечить, женское здоровье, климакс, ПМС, молочница, цистит и вот это все. ЖКТ, сердечно-сосудистая система, суставы, связки, стоматология, аллергия, профилактика, онкология, то есть чего там только нет. Курс очень большой, вот так он у меня обычно стоит 8 тысяч, вот, но сейчас по распродаже он 4 500. Кстати, кто у меня сегодня абсолютно любой курс купит по распродаже, то получит в подарок, получит в подарок, сейчас я выведу вам на экран, покажу, что две такие мини-книги, да, PDF, опять-таки я их нашла совершенно случайно у себя на компьютере, я про них давно забыла, они написаны были аж в далеком 2012-м тоже году, в соавторстве со специалистом по фэн-шуй, то есть я экспериментировала тогда с фэн-шуй, я увлекалась, познакомилась с этой девушкой, вот, она мне по фэн-шуй там кое-что сделала в моей квартире, вот, и действительно у меня были очень хорошие результаты, мы с ней в соавторстве вот эти вот две брошюры написали, одна называется фэн-шуй плюс аромат и высказочно богатые, это про деньги, денежные практики, вот, и вторая это про отношения, любви не розовый цвет, но розовый запах, вот, я их не продаю, то есть я их вообще, я про них, вот, честно, я забыла про них, я их продавала давным-давно, сейчас их нету, вот, и кто вот сегодня любой курс из распродажи возьмет, получит их в подарок, потому что они на самом деле, несмотря на то, что давно написаны, они такие прикольные, классные, интересные, там действительно можно вот найти разные практики, которые вам пригодятся, поэтому вот такие вот подарки, если вы просто оформляете заказ, не оплачиваете, мы их не дарим, то есть если пройдет именно оплата сегодня до полуночи, любой курс, участвующий в распродаже, вы их тогда получаете, вот, так что вот две такие вот мини-книги в подарок, они не продаются, я даже с опечаткой написала, я сегодня в спешке в некоторой делала презентацию, потому что очень много материалов, много вопросов, пока все это обдумала, вот, поэтому не ругайте меня, запечатки очень сильно. Итак, следующий вопрос, кстати, вот эта вот девушка, я не знаю, присутствует она сейчас в чате, я не помню, кто это, вот этот вопрос у нас набрал больше всего реакции, а поэтому девушка, вот это у нас, кто задал этот вопрос, да, выделенный красным, она получает приз, какая схема с эфирными маслами поможет справиться с состоянием белка в колесе, когда делаешь больше, чем можешь, помогаешь всем, кроме себя, и живешь в ожидании, что скоро все изменится. Если вы в чате, напишите, я здесь, вот, или напишите мне в личку, но потом помощница, конечно, с вами свяжется, но вот ваш вопрос победил, потому что он очень актуальный, кстати говоря. Поздравьте нашу победительницу, она получает приз за лучший вопрос, вот, поставьте ей много плюсиков, восклицательных знаков, вопрос актуальный. Кстати, напишите в чат, какие у кого предположения, кто, какими маслами можно справиться с вот этим вот состоянием белка в колесе, потому что это типичное состояние для женщин, которые думают все про всех, да, кроме себя, о себя не знают, не понимают, загоняют, устают, и вот эта вот история продолжается долгие годы. Сейчас я, кстати, посмотрю, я сейчас скажу, как зовут эту девушку, чтобы я не была голословна. Так, кто у нас задал этот вопрос? И вот многим актуально, все больше всего реакции как раз сюда накидали. А, нет, кстати, может быть и нет, может быть не этот. Так, сейчас подождите, вот я нашла еще один вопрос, на котором очень много реакций. Так, на этот вопрос у нас 14, у нас два вопроса с 14 реакциями, значит, у нас сейчас будет еще одна победительница. Это Кристина задала этот вопрос, и у нас есть еще Антонина, она тоже задала очень хороший вопрос. Вот, поэтому, поэтому две победительницы у нас будет. Кстати, я уже забыла, что я обещала подарить. А, я обещала как раз подарить прямые, шесть прямых эфиров с прошлой игры по натуральным духам. Вот я что обещала. Подарить за лучшие вопросы. Вот Антонина, как раз и Кристина у нас получают призы. Две будут девушки. Кристина задала вопрос с этим состоянием, как справиться. Так, давайте посмотрим, какие у вас предположения, как справиться с состоянием белка в колесе. Антонина, поздравляю. Ваш вопрос я еще не зачитала, я до него пока не дошла. Сейчас дойдем. Так, смотрим. Ваше предположение. Баланс. Ну, отчасти да. Но баланс, он скорее будет работать со следствием, потому что белка в колесе, что это такое? Это состояние, когда у женщины вырабатываются постоянно мужские гормоны. Да, то есть она находится не в расслабленном, спокойном, таком принимающем состоянии, а она себя вгоняет вот в этот вот круг, да, порочный. Ей кажется, что надо делать больше, 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 больше. У нее вырабатываются мужские гормоны. И вот, ну, немножко затормозить это могут, да, антистрессовые масла, но с корнем причины я бы не с этими разбиралась. Так, смесь ПИС. Ну, отчасти да, здесь я согласна. Роза, лаванда, жасмин. Да, совершенно верно. На самом деле, не только роза, лаванда, жасмин. Я бы здесь поработала с цветочными маслами. То есть я бы здесь постаралась бы вернуться к себе. И вот у меня были клиентки, тоже с такими же похожими запросами. Им очень зашел смесь, смесь зашла шепот. У меня старый еще шепот остался 5 миллилитров. Сейчас он выпускается по 10 в ролике. Вот шепот, он прекрасно из вот этого вот состояния белка в колесе выдергивает и помогает женщине осознать, что она хочет, куда она вообще идет, куда она движется, как она хочет себя раскрывать. И вот это вот состояние постоянного бега, оно выключается. Так, ладан. Татьяна, не совсем ладан, здесь не совсем, потому что ладан это про ценности, это про поддержку, про ценности. Но здесь как бы сбой программы, он происходит на более низких уровнях. То есть человека нужно вырвать из вот этого состояния бега, а уже дальше начинать думать про ценности. То есть это как бы уже следующий шаг идет. Баланс плюс лаванда. Да, цветочные масла, да, я уже сказала, здесь хорошо. Маслом не справятся. Ну, наверное, да, потому что если это состояние хроническое, тут еще параллельно нужно выстраивать себе программу, да, для восстановления, потому что если организм уже вымотан вот этой всей истории, здесь надо энергию повышать, здесь надо нервную систему укреплять, здесь надо и сон налаживать, то есть здесь целую такую комплексную историю прописывать. Вот, но цветочные масла, это вот прямо обязательно. Кедр на стопы дышать. Ну, кедр это опять про ценности, это опять мужское масло, это опять про вот это вот достигаторство отчасти, хотя кедр он еще и культовый, да, но он еще и мужской, поэтому про это не надо забывать. Я бы кедр не стала брать в такой ситуации. Это еще больше вгонять в себя вот этот порочный круг, как мне кажется. Ветивер тоже самое, это вгонять в себя и вот еще больше в это состояние. Так, адаптив, адаптив, да, можно адаптив, розы цветочные, да, совершенно верно, да, кто про цветочные написал, да, Евгения, Анжелика, молодцы. Так, идем с вами дальше с этим вопросом, понятно. Кристина, поздравляем с выигрышем. Кристина не вижу в чате, но я думаю, что я ее обрадую после эфира. Так, в течение какого дня следующий вопрос, можно поработать ситуацию с эфирными маслами. это 21 день или нужно больше времени. Значит, смотрите, как здесь. Это очень сильно зависит от того, какая ситуация. Если ситуация какая-то сложная, длящаяся годами, например, ситуация, когда кто-то в семье вас не принимает и нарушает ваши личные границы. Например, очень властная мама, да, к примеру, или что-то там не ладится в отношениях с супругом, и это уже длится давно. Это одна история. То есть здесь это не про 21 день, то есть это про выстраивание такой вот целой системы, наверное, самоподдержки. Здесь 21 дня не хватит. Если какая-то ситуация разовая, там, допустим, у вас предстоит какой-то неприятный разговор, вам нужно поехать в какую-то инстанцию и там нужно поговорить с какими-нибудь чиновниками. Этот разговор неприятный, но он у вас будет только один раз, то есть больше у вас такой ситуации не предвидится. Тогда, в принципе, можно сделать смесь конкретно под эту ситуацию и ситуация разрешится за один день. То есть здесь 21 дня вообще не нужно. То есть бывало, что какие-то ситуации решались очень быстро, а какие-то ситуации требовали длительной вот такой вот ароматерапевтической работы. Вот поэтому здесь вот так вот с таким вопросом здесь нужно подходить уже индивидуально, конкретно смотреть, что произошло. Так, смотрю вопрос в чате от Виктории. Было бы интересно узнать, как можно помочь семье. Родители развелись по инициативе женщины. Да, я видела этот ваш вопрос. У меня, кстати, есть в презентации. Давайте мы до него доберемся. Он у меня в презентации будет. Вот я тоже про него отвечу. Такой непростой вопрос достаточно. Так. Какие масла использовать при недостатке любви к себе и при проблемах в отношениях с партнером? Смотрите. У меня в распродаже участвует замечательный курс. Называется «Аромат любви и женственности». И там как раз диагностика отношений и что со всем этим делать, что касаемо партнера. Когда спасать отношения, когда спасать их уже бесполезно. А как масла могут продиагностировать вот эти проблемы в отношениях? Это вот курс «Аромат любви и женственности». Он у меня обычно, кстати, стоит. Обычно он у меня стоит 10 900, но я прямо на него хорошо снизила цену. 5 900 он будет стоить по распродаже. Вот. Поэтому я прямо его очень сильно здесь рекомендую пройти. Значит, что касается любви к себе, это опять-таки цветочные масла. То есть, когда у вас любые затыки по вопросам женственности, цветочные масла плюс масло грейпфрута. Грейпфрут, цитрус, на любовь к себе. Например, нероли. Да, у нас сегодняшняя бога, да, на ОТГ масло нероли. Нероли плюс грейпфрут. Прекрасное сочетание. Делайте себе смесь в ролике на пульсовые точки или делайте смесь для тела, наносите на себя, подходите к зеркалу, говорите себе, какая я прекрасная, какая я красивая. И так 21 день, пока это у вас не встроится. Вот. С партнером сказала, что здесь надо разбираться в отношениях с партнером. Надо разбираться, смотреть, диагностировать, тестировать себя, тестировать партнера, делать парный аромат и так далее. В курсе по отношениям как раз это и есть. Так, идем дальше. С помощью каких масел можно помочь справиться с эмоциями в связи с утратой близкого человека? Значит, с утратами у нас очень хорошо работает смесь фагив из эмоциональной серии. С утратами у нас работает хорошо вся хвоя, если она нравится. Культовые масла можно посмотреть. Ну и в принципе хорошо сделать тестирование и в принципе глянуть, что нравится. Потому что может быть стресс, может быть наоборот потянет там на какие-нибудь цитрусы и мяту. То есть здесь нужно посмотреть, чтобы справиться с эмоциями. Ну вот начните с фагив, посмотрите, что будет. По идее фагив хорошо должно помогать. Какими маслами можно помочь обрести радость? Радость это всегда про цитрусовые масла, про легкие масла. Так, если из женских очень не нравится, это значит нарушена связь со своей женской сутью. Хотя бы одно цветочное масло нужно выбрать и с ним работать. Хотя бы шалфей, хотя бы лаванду, хотя бы что-то одно. Потому что если вы не будете никакой цветок использовать, ваша женственность, она так и останется в таком состоянии. То есть не нравятся цветочные масла, скорее всего, сфера женственности, сфера отношений будут страдать. Утешение. Да, можно утешение тоже. Выбирайте то, что нравится, тестируйте себя, выбирайте тот цветок, который вам нравится, подходит. Хотя бы, пусть не там вау, да, чтобы вам нравилось, но хотя бы, чтобы было терпимо, нормально и с ним работаете. Так, дальше. Какие масла могут помочь проработать состояние невыплаканных слез? Здесь я бы опять-таки посоветовала, наверное, пройти через тестирование, найти какое-то масло, которое вызывает очень приятные, очень хорошие воспоминания из детства, например, и пройти какую-нибудь практику на отпускание эмоций с этим маслом. То есть что-то вот такое вот. Есть очень хорошие медитации на отпускание родителей, на соединение с внутренним ребенком. То есть я не знаю, какая именно ситуация привела к вот этим слезам. Нужно найти соответствующую медитацию, соответствующее масло, которое связано с чем-то очень-очень хорошим, таким на отпускание, как раз это все проработать. Плюс, например, если у вас положительные эмоции вызывают какое-то цветочное масло, вы можете добавить к нему одно культовое, например, каплю сандала, вот капля ладана, она здесь будет к месту. Да, нероли, это цветочное масло, Татьяна, да, но как бы там по составу немножко и цитрусовых компонентов такой микс, да, идет, но да, это в основном цветочное у нас масло. Так, в каких случаях по психосоматике используются эфирные масла, являющиеся верхними нотами? Когда не хватает положительных эмоций, не хватает радости, не хватает позитива, вот тогда мы используем верхние ноты, то есть цветочные масла. Так, следующий вопрос про гипотоников. Какие масла гипотоникам не используют? Ну, соответственно, если мы гипертоником брали ирань, брали иланг, вот, то гипотоником мы брали розмарин. Розмарин, да, классическое масло для повышения артериального давления. Розмарин плюс цитрусы прекрасно здесь будут работать, соответственно, иланг мы не берем. Так, какими маслами можно снизить плохой холестерин? Смотрите, плохой холестерин, это не про масла. Маслами можно маслом лимона при приеме внутрь можно почистить сосуды, маслом лимона опять-таки можно улучшить состояние печени, с эндокрином можно улучшить состояние печени, но холестерин это не про масла, здесь как бы, ну, как вот только поддерживающая терапия, они идут с причиной, они не смогут здесь поработать. Так, у мамы аллергия на любую мяту, могу ли я попробовать подышать маслом, перечным или садом? Лучше не надо, потому что непереносимость на мяту бывает у людей уже, скажем так, немолодых, которые пьют много лекарств, которые не понимают, что у них в данный момент происходит с давлением, то ли оно повышенное, то ли оно пониженное, то ли что-то еще. С сердечными препаратами тоже мята как бы не всегда дружит, поэтому если непереносимость на мяту, лучше вообще ее исключить, пока человек не принимает это масло, лучше его не использовать, то есть попробовать что-то другое аналогичного действия. Так, есть ли масла, которые позволяют улучшить показатели анализа крови перед сдачей? Вы знаете, что такое кровь? Там же куча всяких показателей. Например, можно маслами убрать какие-то воспаления, то есть тогда лейкоциты придут к норме. Что касается, например, анемии, здесь маслами частично тоже можно, но я бы рекомендовала для улучшения показателей крови пропить дутеровский долгожитель. Либо не сам долгожитель, но хотя бы микроплекс пропить из долгожителя. Если вы хотите кровь улучшить, то есть там хороший микроэлементный витаминный состав и показатели крови будут улучшаться. Ну что, сейчас я вам чуть-чуть расскажу про нашу летнюю распродажу. Кто только присоединился к встрече, в конце сегодняшней встречи я вам расскажу, вернее, как в конце сегодняшней встречи я вам подарю мини-книгу про духи, кто у меня останется до самого конца. Вот, и сейчас распродажа. Распродажа у нас будет сегодня еще три дня, но подарок при любой покупке две PDF-ки фэншуй, денежный фэншуй плюс ароматы, фэншуй на отношения плюс ароматы, две вот эти вот PDF-книги я дарю только сегодня. смотрите, кто у нас сегодня оплачивает до полуночек. Какие курсы участвуют в распродаже? Я сильно не буду про них рассказывать. Если вам интересно почитать описание каждого курса, вы можете перейти на страничку распродажи, и там под курсом есть кнопочка под каждым курсом, можно развернуть, там есть плюсик, вы кликаете на плюсик, у вас курсы разворачиваются, и там описание каждого вы увидите. Это курс аромат любви и женственности. Это вот как раз если вы хотите наладить партнерские отношения, улучшить отношения, найти новое отношение, продиагностировать вашу пару, узнать какой вы архетип, продиагностировать своего мужчину, узнать как укрепить отношения в семье, составить парный аромат, плюс еще там будет классная практика на раскрытие женственности, плюс будут разборы примеры бланков моих клиенток, классный на курс на гармонизацию отношений. Очень классный. Я сама по нему тоже работала много оттуда, что делала, очень много благодарности от пар тоже получала, когда я работала по вот этим вот схемам, поэтому очень-очень рекомендую. Так, идем с вами дальше. Значит, следующий курс, это курс Рома Код Успеха. Это 63 практики на разные случаи жизни с эфирными маслами. Практики, чтобы было много энергии, практики на отношения, практики на общение, упражнения, медитации с маслами, чтобы зарабатывать, практики на деньги, 12 практик, на творчество, как найти свою миссию, 63 практики, которые я сама разработала, скажем так, для себя, для того, чтобы улучшить разные сферы своей жизни. Рома Код Успеха. Он 8900 у меня обычно стоит сейчас, 4800 по распродаже. Так, следующая ароматная аптека, это курс про здоровье, я про него рассказывала, очень много там всего, все органы, системы, как их поддерживать, маслами, плюс там урок у меня по химии масел, показания масел, противопоказания масел, то есть все, 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 что касаемо здоровья. Курс большой, я не помню сколько там уроков, он очень объемный, поэтому прям рекомендую, курс классный. Так, дальше, как сохранить лицо молодым красивым с маслами, это упражнения для лица, упражнения для лица, масла для лица, разные техники по сохранению молодости, то есть то, что я как бы сама использую в своей повседневной жизни для поддержания молодости лица, я вложила в этот курс. Обычно стоит 6900, сейчас 3900, он у меня по распродажу ближайшие три дня. Так, следующий курс, если какие-то вопросы появляются, то задавайте. Курс ароматерапии для женщин 5000, обычно так, 2900 он у меня по распродаже, как прокачивать свою женственность, какие практики делать, по каким лунным дням, как расслабляться, как отключать голову, и интересный урок, как управлять мужчинами, там тоже у меня есть. Так, далее, далее, следующий курс, курс, у меня всего 8 курсов, ароматы и деньги, практики на деньги, как увеличивать свой денежный поток с маслами, обычная цена 4000, сейчас 2500, он у меня по распродаже. Опять-таки, я тоже писала все эти практики, придумывала для себя, они дали очень классный эффект, когда я их использовала, мой доход вырос несколько раз. так, далее, далее, следующий курс, эфирные масла и травы, так, 4000 по распродаже 2500, как использовать вместе травы и масла, потому что я в свое время немножко занималась фитотерапией, много использовала масла вместе с травами в своей семье, экспериментировала, даже записала вот этот вот курс, да, то есть, кто любит травы лечения, пожалуйста, пробуйте, результаты очень хорошие. И последний курс, это алхимия смеси, интенсив, про то, как смешивать масла, что с чем можно смешивать, что с чем нельзя смешивать, в каком количестве, сколько капель брать, каких капель брать, вот, как делать свои авторские смеси, то есть, там очень-очень-очень много сочетаний, вообще, всевозможных сочетаний всех масел со всеми, да, для получения лучших результатов. Вот, это 8 курсов, которые участвуют в распродаже. И сегодня до полуночи две мои вот эти вот PDF-брошюры вы получаете в подарок, если вы до полуночи оплачиваете любой курс, участвующий в распродаже. Так, здесь вот есть QR-код, можно по нему перейти, посмотреть, что вам нравится из распродажи, выбирайте, то есть, там как бы участвуют курсы на любой вкус абсолютно. Мы переходим с вами к ответам на вопросы. Так, просто Анжелики, какие масла для женского здоровья? Конкретизируйте, что именно вы подразумеваете под женским здоровьем? Женское здоровье – это и заболевания, передающиеся половым путем, это и гормоны, это и воспалительные заболевания. То есть здесь, пожалуйста, конкретно, потому что женское здоровье – это тема отдельного, большого курса, вот, а не одного вопроса на вебинаре, на бесплатном. Так, ставьте восклицательные знаки, кто готов идти дальше. У нас еще очень много интересных вопросов. Вот, надеюсь, что вы не уснули, надеюсь, что вы бодренькие, активные. Давайте сейчас подышим лимоном, вот, и пойдем в следующие вопросы мы с вами разбирать. Да, можно курс оплатить из-за границы, у меня есть оплата с заграничными картами, пожалуйста. Так, воспалительные заболевания – это вам лучше курс взять по аптеке, потому что воспалительные заболевания – это нужно повышать иммунитет прежде всего, нужно продумать себе систему, да, укрепления иммунитета, и все должно быть у вас на это направлено, а потом уже смотреть, какое заболевание. И здесь, ну, здесь, короче, здесь надо разбираться, то есть в рамках вебинара, это слишком большой, слишком объемный вопрос. Так, идем с вами дальше. Как масла угадывают, от чего я их приняла? Очень интересный вопрос, кстати. На примере пищеварительной смеси Дайджизен иногда помогают для ЖКТ, иногда простуды, иногда для эмоционального состояния, и каждый раз действуют. У каждого масла не одно свойство. Как масло угадывает, что мне нужно? Ну, смотрите, если вы подбираете масла интуитивно, естественно, что ваш организм знает, что вам нужно, да, и каждое эфирное масло, это не одно вещество, это сложный комплекс различных веществ, да, состоящий из терпенов, из спиртов, из фенолов, еще куча, куча, куча всего. И плюс Дайджизен, это же не одно у нас эфирное масло, это опять-таки комплекс. В него входят зонтичные масла, масло фенхеля, масло тмина, масло имбиря, масло мяты, да, естественно, поэтому вот такое вот комплексное воздействие. Это не масла угадывают, скорее всего, это угадывает ваша интуиция, когда вы протягиваете руку, берете эту смесь, да, вот, а в принципе у масел, такое вот, да, у них действительно комплексное оздоравливающее воздействие, потому что масла воздействуют на разных уровнях, то есть они могут воздействовать на наши эмоции, они могут воздействовать на наше тело, они могут воздействовать на нашу кожу, и все это может быть про одно и то же эфирное масло. Надеюсь, ответила на этот вопрос. Но опять-таки вопрос очень такой объемный, тут нужно разбираться, да, по каждой смеси отдельно. Так, следующий вопрос тоже очень интересный, очень большой вопрос. Как выстроить систему использования масел на каждодневной основе, их уже много, хочется то, другое, глаза разбегаются, используя основные ресурсные смеси, масла скучают, ждут своего часа, я покупаю новые шансы, у меня их не велик, делать ревизию. Смотрите, здесь нужно себя тестировать, во-первых, смотреть, что выбирает организм из всего вашего многообразия масел, также вы можете тестировать окружающих членов своей семьи, да, смотреть, что им подходит, и обязательно нужно понимать, над чем вы работаете, да, над чем вы работаете каждый момент времени. То есть, например, если вы хотите поработать над укреплением иммунитета, вы берете масла для иммунитета и 21 день с ними работаете. Если вы хотите поработать со сном, выбирайте масла для сна. Если вам нужны масла от стресса, выбирайте масла от стресса. Можно работать с несколькими задачами сразу, и согласно этому вы уже подбираете масла. То есть вы понимаете, вот эти 21 день, например, я работаю над женственностью. Следующий 21 день я хочу поработать над своей фигурой и антистресс. Следующий 21 день я буду в отпуске, поэтому хочу масла на наибольшее расслабление. То есть здесь надо смотреть уже в зависимости от ваших текущих задач и выстраивать себе схемы использования масел на каждый день. То есть так называемая ромарутина. То есть кто у меня был на прошлой игре, мы как раз рутины выстраивали. То есть что используем утром, что используем днем, что используем вечером, что из этого у нас получится. Поэтому здесь вот я рекомендую, у меня будет следующая игра по эмоциональной ароматерапии, пройти ее и выстроить вот эту вот систему рутин на каждый день. Так, надеюсь, ответила. Следующий вопрос. Ароматерапия очень связана с психологией. Нужно ли углубляться в эту связь или достаточно знать расшифровку масел? Хочется выстроить глубокую картинку внутреннего состояния человека. Но смотрите, если нужна глубокая расшифровка, то вам необходимо пройти курс по тестированию и, естественно, погрузиться в глубину. Потому что расшифровка одного эфирного масла при условии, что она у вас правильная, да, это только самая-самая верхушка айсберга. То есть это очень-очень поверхностно, это очень близко к гаданию. Это не про эмоциональную ароматерапию. Это такая история, скорее, игровая, да, развлекательная. Когда открыли книгу эфирные масла эмоции, прочитали значение масел, но это не про глубокую психологическую работу с маслами. Поэтому, как бы, да, если вы хотите знать больше, то я рекомендую пройти полноценный курс по ароматестированию. Так, далее. Бывает ли так, что эфир нам нравится по причине ассоциации? Как это выяснить? Достаточно спросить, с чем ассоциируется? Да, достаточно спросить, с чем ассоциируется, но бывает такое, что мы не всегда можем вспомнить, почему то или иное масло для нас ресурсно. То есть у нас могло быть какое-то приятное, классное событие, например, когда мы были еще там маленькими, когда мы учились в школе или вообще мы там еще себя плохо помним, нам было три года, два года. И вот это приятное событие наложилось на аромат. Аромат для нас ресурсный. Поэтому мы не всегда как бы можем это вытащить, не всегда можем это вспомнить, но если мы понимаем, что да, аромат ассоциируется с чем-то очень хорошим, его нужно обязательно использовать, потому что это источник вашего ресурса, вашей внутренней силы. Так, идем дальше. С чем может быть связана устойчивая реакция на аромат эфирного масла? После первого знакомства с маслами Дутера прошло уже почти два года, но неприятие одних и тех же масел, лаванда и ланг и ланг, кинза не изменилось ни на грамм. Периодически провожу тестирование, одни и те же минусы. Это говорит о том, что у вас есть какие-то нерешенные, скажем так, проблемы. Возможно, у вас идет отторжение каких-то сфер жизни, то есть возможно, что лаванда и ланг, это у нас сферы женственности, и она у вас сейчас страдает, у вас с ней нарушена связь. Возможно, у вас какие-то устойчивые, неприятные ассоциации, то есть вы вспомнили что-то неприятное, связанное с ароматами. Возможно, это какие-то по здоровью моменты, то есть организм сигнализирует, что мне сейчас эти вещества не нужны, они мне не полезны. То есть, например, ланг, да, у вас и так давление пониженное, а вы еще и ланг хотите использовать. И он не нравится, то есть организм интуитивно его отторгает. То есть это говорит о том, что есть какие-то затыки, да, либо со здоровьем, либо с эмоциями, либо это какие-то ассоциации, то есть здесь нужно разбираться, да, с чем это связано. Если удастся вытащить вот эти вот неприятные эмоции, проработать их из себя, да, извлечь, то это прекрасно. Вообще считается, что чем больше мы взаимодействуем с маслами, тем более стабильной, такой адекватной, более крепкой становится наша психика. Поэтому советую периодически себя тестировать, проверять, что вам нравится, что вам не нравится. Вот поэтому с минусами здесь вот так. Следующий вопрос интересует, как правильно применять эфирные масла, если у женщины депрессия и ни одно масло не нравится. Смотрите, здесь как бы ответ кроется в самом вопросе. Как можно применять масла, если ни одно масло не нравится? Вот как вы думаете, можно в такой ситуации использовать вообще эфирные масла или нет? Напишите свои версии, да. Потому что по депрессии частый тоже вопрос бывает. Вот у человека депрессия, как помочь, а что сделать? А масла-то не нравится, и что и как быть? Вот какие у вас есть предположения? Кто знает, что делать в такой ситуации? Да, напишите свои версии, мне интересно. Так, смотрите, те, кто написал, что проводить тестирование, да, вы совершенно правы. То есть у нас задача как раз выявить те масла, которые не будут вызывать вот этой отрицательной реакции. Хотя бы которые будут нейтральны, которые не будут вот минусовые. Кстати, чем больше минусовых масел, тем хуже эмоциональное состояние у человека. Чем больше нравится масел, тем эмоциональное состояние более ресурсное, да, более стабильное. Поэтому нам нужно найти хотя бы 2-3-4 масла, за которые мы можем зацепиться и хотя бы составить клиенту какую-то вот самую простую смесь. Очень часто при депрессии нравится сочетание мяты и цитрусов, смесь мотивация, слимсаси, то есть что-то вот такое вот мятно-цитрусовое. Но это не всегда так. Бывает такое, что нравится что-то совсем другое, либо не нравится ничего. Если прям все вызывает отвращение, лучше вообще без масел. Если мы за что-то смогли зацепиться, хотя бы что-то нейтральное, мы делаем смесь и стараемся, чтобы человек, который к нам пришел, все-таки хотя бы ее как-то использовал. Хотя бы минимально, да, потому что депрессия, конечно, нужно разбираться. Депрессия – это всегда нехватка веществ, вызывающих положительные эмоции, нехватка серотонина, нехватка дофамина. А масла как раз их повышают, поэтому масла здесь хорошо, но хорошо именно в комплексе. Скорее всего, чтобы вывести человека из депрессии, масел будет недостаточно. Ладан вытащил из этого состояния. Это отлично. Да, вот не особо, но то есть как бы не особо – это не отвращение, потому что часто у людей в депрессии, у них прям вот фу, все совсем фу, то есть идет полное отторжение. Если полного отторжения нет, в принципе, да, можно использовать. Да, именно так, да, тестирование, то есть мы перебираем, чтобы понравилось хотя бы что-то. На стопы. Ну, как стопы тоже вариант, но вот я не сторонница все-таки использовать масла прямо через отвращение, даже через стопы. Потому что человек открывает все равно масло, все равно какое-то взаимодействие идет. То есть хотя бы выбирайте масла, которые не вызывают отвращение, вызывают какую-то, ну, спокойную реакцию. Не восторг, но и не отвращение. То есть вот хотя бы вот такие вот. Да, при полном неприятии, да, при полном неприятии тут, к сожалению, вариантов у нас нет. То есть здесь мы уже ничего поделать не можем. Неприятие, значит, ну, значит, не надо пока масла. Так, следующий вопрос. Маслами полтора года использовала масла в аптечке, из аптечки в микродозах. Видела результаты, покупала сейчас около 60 масел. Был период, хотя хотелось уливаться маслами осень прошлого года. Да, теперь масла стоят, я к ним вообще равнодушна, очень редко использую. Может ли быть такое, что любовь к маслам ко мне не вернется или, может быть, все изменится. Но смотрите здесь, какая история, да, что в такой ситуации, как быть. Но я приведу немножко другой пример. Например, допустим, вы начали заниматься йогой, да, и вы вот занимаетесь, там первые занятия, все классно, преподаватель нравится, коллектив нравится, у вас пошли уже какие-то результаты, вот, а потом дальше, 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 и все как бы уже немножко это все приедается. И вы говорите себе, ну ее нафиг эту йогу, не буду я ей больше заниматься, не буду я ходить в зал, все, пусть у меня абонемент где-то валяется, а ходить я не буду. И вот здесь то же самое, то есть в какой-то степени нужно себя заставлять, потому что когда мы понимаем, как работают масла, мы начинаем улучшать разные сферы своей жизни. У нас же у всех есть что улучшать. Кому-то нужно поднять, да, денежный потолок, кому-то надо стать активнее, кому-то надо поработать над здоровьем, кому-то надо поработать над отношениями. То есть у нас нет ни одного, наверное, человека сейчас в чате, у кого бы все во всем сферам жизни было идеально. Мы берем масла и начинаем работать просто с нужной сферой жизни. Вот, и вот так вот постепенно мы ведем свою жизнь туда, куда нам надо. То есть как бы не жизнь нас ведет, да, вот как это, знаете, как поток, вы попали куда-то, и она вас тащит. Вот, а вы ею управляете, и маслами ею можно управлять, управлять собой, нарабатывать себе там какие-то нужные качества, нарабатывать себе уверенность какую-то, нарабатывать внутреннее спокойствие. То есть это постоянная работа над собой. То есть масла – это инструмент работы над собой, он не разовый, он постоянный, и это как заниматься спортом. Начали уж, продолжайте всю жизнь, занимайтесь, тогда будет классно, будут результаты, будете хорошо себя чувствовать, вот и все. Поэтому здесь вот так вот. Так, кто со мной согласен, ставьте восклицательные знаки, что масла – это не проразовое использование масла, это постоянная работа над собой. И вот это вот я к ним вообще равнодушна, это нужно просто себя тестировать, смотреть, думать, что сейчас актуально, над чем вы сейчас работаете, и, собственно говоря, над этим вы работаете. Поэтому здесь вот так. Себя надо заставлять в какой-то степени, потому что понятно, что, ну, тем же спортом, да, заниматься, ну, лень заниматься спортом, да, вот бывает прям вот лень, неохота, устали. Это делается через силу, и то же самое с маслами иногда вот так вот. Да, согласны все со мной, супер, да, молодцы, что вы со мной на одной волне, что как раз вот понимаете, да, что масла – это не разовое, это постоянно, это любовь на всю жизнь. Ну, собственно, всю жизнь надо ими пользоваться, они будут нас поддерживать. Да, без наших масел никак. В диффузоре – да, просто включать в диффузоре после тяжелого рабочего дня, или просто доставать свои любимые масла, начинать вдыхать, смотреть, а что мне сейчас нравится, там, делать массаж лица с маслами. То есть вы просто берете, вы просто достаете, вы просто дышите. Или как я сегодня, я ничего не делала с маслами, но вот я готовилась, я периодически открывала масла, вдыхала, сейчас я настраивалась, масла тоже вдыхала. То есть просто фоном они встроены в мою жизнь. Так, идем дальше. Какие масла могут действовать как успокоительное в моменты сильного волнения, когда надо выходить на сцену? Цитрусы плюс садовая мята – дышать, и еще можно дополнительно под язык капнуть каплю ладана. Так, следующий вопрос. Какие масла поможет перфекционисту отпустить избыточный контроль, желание все контролировать, не умение делегировать? Это про масла наших, ценностные масла. Это про ладан, про сандал, про некую такую вот поддержку высших сил. То есть здесь нужно поделать какие-то практики на доверие Вселенной, на доверие высшим силам с вот этими вот маслами. И понять, что Вселенная, она делает так, как наиболее сейчас благоприятно для нашего роста. Пусть не просто, но жизнь, она так устроена, что мы приходим на эту землю учиться. И все, что с нами происходит, все события, они на благо, скажем так, нашей души. То есть это нужно просто выстроить в себе вот такое вот. А не что вот я вцепилась, там все контролирую, и не дай бог там что-то из рук упустить. Это еще и труд, ну отношение к жизни, да, в целом. Еще масло грушанки, кстати, тоже в помощь, помогает отпустить контроль. Так, следующий вопрос. Какие масла использовать при астме пожилому мужчине? При астме мы используем смесь хвойных масел, любых. Так, какое эфирное масло может определить предназначение? Масло мандарина, масло мускатного шалфея, плюс культовый ладан, мира, нарт, сандал. То есть какое-то вот такое вот сочетание я попробовала. Так, не могу понять, куда мне двигаться, в каком направлении. Да, ответила я на этот вопрос. Вот, то есть такой вот какой-то микс себе на творчество вы создаете, и просто вы начинаете, например, выписывать, что вам нравится, что вам доставляет удовольствие, в какой области вы хотите себя проявить. То есть это такой, ну креатив немножко здесь надо подключить. Как раз мандарин, шалфея, они креатив подключают, они помогут здесь разобраться. Так, поможет ли сиренити пожилой женщине при гинекологическом заболевании на фоне нехватки эстрогенов? Смотрите, на фоне нехватки эстрогенов очень хорошо пропить, пропить сейчас она под санкциями, пропить женскую смесь, пропить женскую смесь фитоэстрогенов, попробуйте заказать с американского склада. Плюс на область живота наносить смесь кларикалум. Так, какие масла помогут ребенку 4 года снять излишнюю активность? Целый день носится, резвится, вечером по часу не может заснуть. Это спасатель у нас в смеси с детской серией. Спасатель и мыслитель. Попробуйте ребенку наносить на стопы и на пульсовые точки. Так, какие масла помогут в общении с подростком? Девочка предпочитает общаться с одной подружкой, не идет на контакт с другими ровесниками. Это цитрусовые масла. То есть цитрусовые масла, они помогают всегда быть более раскрепощенными в общении. Так, почему отторжение на масло жесмина? Здесь надо разбираться. Могут быть ассоциации, может быть по здоровью не нужен этот переизбыток эстрогенов. Может быть какие-то неприятные воспоминания связаны с этим ароматом. В любом случае, ни в коем случае не нужно выбирать себе покупать аромат по чьим-то отзывам. То есть вы всегда покупаете аромат после тестирования. Вы себя протестировали, поняли, что вам нравится именно по аромату. И по аромату себе вы покупаете масло, не по описанию. Вот. То же самое с маслом лаванды. Могут быть ассоциации, может быть по здоровью, да, организм не принимает, например, при нехватке железа, да, лаванда блокирует усвоение железа, да, к примеру, организм поэтому отвергает это масло. То есть причин здесь на самом деле можно очень много. Так, идем дальше. Вот как раз вот этот вопрос про детей. Как можно помочь семье? Родители развелись, она плохо спит, много задач разрывается. Трое детей, младшие шесть, капризная плаксива, средний сын закрылся, возмущение протеста. Ну, дети зеркалят состояние своей матери всегда, да, то есть если мать спокойно довольна жизнью, то и с детьми оно будет проще, да, потому что дети сбрасывают на себя напряжение родителей. Очень часто, вот, провести диагностику нет возможности, живут в другой стране. Попробуйте ароматерапию, согласны. Ну, попробуйте что-то, вот смесь мотивацию, мяту, цитрусы, цветочные масла, вот что-то вот такое вот для мамы. Маме будет легче, стресс снимет, соответственно, тогда и дети будут себя нормально вести, не будут отзеркаливать ее поведение, не будут сбрасывать на себя ее напряжение. Поэтому маме нужно начать с себя, и вот это самое главное. Дети, они уже подтянутся как бы дальше, они подстроятся под ее новое поведение. Поэтому цветы, цитрусы, мята, перед сном что-то расслабляющее, лаванда, ладан, нарт, сандал. Вот такая вот история. Так, и еще немножечко вопросов. Какие масла или смеси могут помочь при выпадении волос и укрепить? Масло розмарина плюс масло мускатного шалфея плюс масло лаванды, где-то капли по 3-4, на чайную ложку касторового масла и раз в неделю втирать в голову перед мытьем. Так, и следующий вопрос, наверное, последний. Какие масла могут помочь справиться с завистью, обидами и желанием постоянно мстить? Цветы на область сердца. Лучше всего роза, но также подойдет и ланг, герань, лаванда вот сюда, вот на область сердца. Почему не нравится лаванда? Нехватка железа. Ну вот видите, почему, да, то есть блокирует усвоение железа, действительно. Всем большое спасибо. Участвуйте в распродаже, там участвуют действительно очень классные, хорошие, полезные курсы. Все, всем отличного дня, всем хорошего настроения, всем, кто был сегодня. Я никого вроде не забыла, на все вопросы ответила, я очень старалась. И призы за лучший вопрос у нас получают Кристина и Антонина. Вы можете мне написать в личку, написать мне свой e-mail и помощница вам, помощница вам откроет их. Все, всем отличного дня. Надеюсь, что вам понравился сегодняшний вебинар. Вопросы были действительно очень-очень интересные даже для меня. Так что буду время от времени делать такие встречи, вопросов и ответов. Что у меня следующее по плану? Сейчас буквально несколько слов я скажу. По плану у меня на следующей неделе будет встреча, совместная будет встреча с девушкой, которая является специалистом по камням. Она делает украшения, вот, и мы с ней поговорим про то, как вместе воздействуют на наши эмоциональные состояния украшения и масла. То есть вот такой вот у меня план, если все будет в порядке. А через две недели у нас будет марафон по духам следующий.